С этого года на основании закона Ульяновской области о недопустимости парковок автотранспорта на детских площадках и на газонах городское руководство принялось воплощать в жизнь смелые планы по наведению порядка, модернизации и благоустройству внутридворовых пространств. Управляющие компании занялись работами по демонтажу оград и покрышек из штакетника, меняя их на современное ограждение. Но полицейских во дворах не видно, штрафные машины заполняют проезды и проходы. Утро и вечер практически в каждом дворе начинается одинаково. По мнению экспертов, для российских автомобилистов все проблемы в части парковки сложились исторически. Планировка наших городов была рассчитана на стабильно работающий общественный транспорт и небольшое количество автомобилей, ну где-то 60 автомобилей по факту, и 180 после построения коммунизма. На тысячу человек? На тысячу человек, естественно, да. В Ульяновске уже 270, судя по всему, судя по другим городам России. И 300, и 400 мы этот рубеж успешно преодолеем. Город столько не вместит. Вместе с тем, закон хоть с перебоями, но работал. В городе сформировали специальную комиссию. На сторону пешеходов стали и специалисты из городской администрации. Против парковщиков в запрещенных местах проводились спланированные рейды. Были проведены мероприятия по установлению личности правонарушителей, владельцев автотранспортных средств, были направлены уведомления о составлении протоколов. В дальнейшем будут составлены протоколы административного правонарушения, и материалы будут направлены в суд для привлечения данных лиц к административной ответственности. В свою очередь, автомобилисты и рады бы парковать свое авто по правилам, только возможностей такой попросту нет. Планировка советских времен без задела на будущее лишила дворы оборудованных стоянок. В 21 веке искать выход из ситуации, по мнению автолюбителей, нужно, исходя из новой реальности. Конечно, нужно что-то выход искать, не ругаться, искать выход. Мне кажется, здесь надо расширить место есть, расширить проезжую часть. Вот такую хотя бы метра четыре положили бы еще, и порядка машины могли парковаться на асфальте. Аналогичные ульяновскую законы против парковок на траве принимались и в других регионах. Практика показала, водителей, согласных идти на компромисс, в разы меньше тех, кому неинтересны мнения окружающих. Я хочу здесь парковать, и я буду это делать. Такую позицию, в принципе, понять тоже можно. Она лейтмотивом звучит в каждом полуутверждении и полувопросе. А куда мне ее еще ставить? Дойдя в итоге до Верховного суда, житель Белгорода, оштрафованный по региональному закону за парковку на газоне, получил, наконец, то, чего добивался. Штраф отменили. А вместе с тем обратили внимание на сам факт наличия подобных документов. И объявили их противоречащим законам вышестоящего уровня. И действительно, такие существуют в реальности. Вот только никаких мер административного взыскания или уголовного преследования не предусматривают. Это скорее документы из разряда «так нельзя делать, гражданин». Ай-яй-яй. Что ж, если суд высшей инстанции вынес такое решение, то нам на региональном уровне остается только согласиться с ним. Но как же тогда решать проблему с парковкой на газонах? Как вариант, можно строить вот такие многоуровневые гаражи. Однако практика показывает, что пользуются они в связи с тем, что стоят очень дорого, не очень широким спросом. С другой стороны, еще один вариант решения этой же проблемы подсказали сами народные избранники. Так, если более 50% собственников жилых помещений в многоквартирном доме высказываются за то, чтобы поменять газон на парковку, это вполне можно сделать и совершенно по закону. То есть пересмотреть планировку двора и методом голосования собственников принимать или отклонять тот или иной проект. Вполне возможно, какая-то территория окажется очевидно непригодной ни для чего иного, как только для хранения автомобилей. Тем более, что машины на сегодняшний день есть чуть ли не у каждого третьего жителя города. Сколько жителей должно высказаться за какие-то изменения? Ну, например, есть дом, там 100 квартир и 100 собственников. Ну, все очень просто. 70 собственников сказали, весь двор надо закатать в асфальт, убрать детскую площадку и так далее. Значит, закатать. Значит, закатать. То есть решение большинства, здесь ничего не поделаешь. Нет, конечно, конституционные права жителей, живет, допустим, инвалид. Есть конституционные права, определенные условия пандус должен быть, там, одно, второе, третье. Вот есть дети. То есть конституционные права, даже при проектировке детской площадки должна быть. Все. Хоть, если 70 процентов скажут, закатать, не закатать, потому что по проекту зоны отдыха должны быть. Впадать в крайности и катать в асфальт всю придомовую территорию неконституционно, да и просто глупо. Но если парковка объективно нужна, большая и по-другому просто никак не получается. Современные технологии позволяют решить и такую задачу. Вот мы решили построить на свои деньги эту эко-парковку. Вот и все. А как вы к этому решению пришли? У вас было собрание жильцов? Собрание жильцов было это. В первую очередь я собрал списки. Потом собрание жильцов. С этим списком пошел в администрацию. Администрация нам дала добро. Потом уже с Божьей помощью и помощью некоторых депутатов мы вышли на этот статус эко-парковки. Все жители дома, кто согласился и принял участие в реализации проекта, получили сертификаты на свое машиноместо. Кто не принял, стало быть, сертификатов не получили. Скорее всего, продолжают парковаться по привычке. Где-нибудь просто потому, что где положено, не получается. Выходит, вопрос даже таким способом не удается снять окончательно. Разве что слегка пригладить, приструнить. С другой стороны, Верховный суд решение свое вынес, но жаловаться на что-либо не запрещал. А городские депутаты в начале этой недели, безусловно зная о белгородском прецеденте, рекомендовали исполнительной власти усилить профилактическую работу с жителями, которая позволит сократить число таких правонарушений. Так что, если кому-то это нужно, схема действий осталась неизменной. Граждане, физические и юридические лица могут направлять материалы. То есть, это должны быть обязательно две фотографии, с которыми зафиксировано именно само административное пронарушение. То есть, размещение транспортного средства на газоне. И вторая фотография должна указывать точный номер автотранспортного средства. Вопрос, насколько действенной теперь будет такая схема действий, остается открытым. Городские депутаты рекомендуют управление ЖКХ устанавливать во дворах домов аншлаги и объявления о недопущении парковок автотранспорта на газонах и детских площадках. И обратить внимание жителей, что такие правонарушения не останутся безнаказанными. О том, каким будет это наказание после вынесения решения Верховного суда, в городской думе предпочли не распространяться.